Слово имеет представитель Филиппин. Спасибо, господин председатель. Год тому назад Филиппины присоединились ко многим другим делегациям и решительно призвали в этом зале провести полное, тщательное, независимое расследование уничтожения самолета малайзийских авиалиний, который выполнял рейс МАШ-17, в результате чего погибли 298 пассажиров, в том числе три гражданина Филиппин, мать и ее двое детей. Объединившись в этой скорби, Совет принял резолюцию 2166 в июле прошлого года для обеспечения правосудия и для того, чтобы почтить память невинных людей, погибших в этой трагедии. 12 месяцев спустя после этой трагедии, после принятия резолюции 2166, мир по-прежнему ищет ответы. Виновные по-прежнему остаются на свободе, они не понесли никакой ответственности. Семьи жертв по-прежнему добываются справедливости, правосудия, хотят получить ответы. Этот проект резолюции был бы крайне важным шагом в реализации этой ответственности, которую мы взяли на себя перед жертвами, их семьями и перед международным сообществом в целом. Мы обещали, что виновные в этом трагическом инциденте и чудовищном преступлении будут в полной мере наказаны. Как одна из скорбящих стран, Филиппины были соавтором этой проекта резолюции. Мы хотели поддержать решительно инициативу правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, инициативу, направленную на международное расследование этого преступления и на создание международного трибунала для наказания лиц, виновных в уничтожении МН-17. Филиппины, филиппинский народ понимают свой долг перед этими странами. Мы поддерживаем их усилия, так же, как и многие другие страны, которые полностью поддержали проект резолюции. Мы глубоко сожалеем, что Совет Безопасности не смог принять сегодня этот проект резолюции. Это, безусловно, большое расчарование для семей погибших, для их стран, для всего мира. Но поиски ответов, поиски правосудия будут продолжаться. Филиппины готовы поддерживать и сотрудничать с другими странами, для того, чтобы виновные, в конце концов, предстали перед правосудием, для того, чтобы такие чудовищные преступления, чтобы такие трагедии никогда не повторялись в будущем. Спасибо. Председатель, я благодарю представительницу Филиппин за это заявление.